Всем привет и добро пожаловать на канал Weapons Geek. Здесь я беру оружие, известное нам по играм или фильмам, и рассказываю, что же они представляют из себя на самом деле в реальной жизни. И в этом видео речь пойдёт про Rocket Launcher, или же ракетницу. Мы могли бегать с ней, воюя с толпами монстров и делая кучу фрагов, но при этом многие игроки не особенно представляют, как же это оружие работает в реальной жизни и для чего оно используется. В этом выпуске я расскажу, зачем человечеству понадобилось оружие, стреляющее ракетами вместо пуль. А также вы наконец-то узнаете, в чём же разница между базукой, гранатомётом или же ракетницей из различных шутеров. Интересно узнать историю таких необычных оружий? Тогда обязательно поддержи видео лайком. Разные ракетницы в компьютерных играх могут нам быть знакомы ещё с самых давних времён первых 3D-шутеров, вроде легендарного Дума или Квейка. И конечно же такие пушки не могли не понравиться игрокам, ведь что может быть круче массового отстрела противников? Правильно, массовый подрыв противников. Ведь как известно, чем больше взрывов, тем лучше шутер. И с такой формулировкой повелось так, что тот самый Rocket Launcher с незначительными изменениями появлялся чуть ли не во всех экшен-играх 90-х и 2000-х годов, и также в не меньшем количестве боевиков. Но как раз из-за огромного разнообразия габаритов, внешнего вида и принципов работы ракетниц в различных играх, становится сложно понять, какой из вариантов на самом деле ближе к реальности. Но все виды ракетниц и базук объединяет один факт. В отличие от пистолетов и дробовиков, гражданским такое купить в магазине нельзя ни в одной стране мира. Зато каждый может приобрести себе топовые скины из CSGO на изи-дропе, который известен отличной окупаемостью и огромным разнообразием кейсов, а также проверенный годами репутацией. Здесь тебя каждый день ждут подарки на колесе бонусов, где ты получишь халявный кейс, бонус на депозит или другие приятные плюшки. А еще здесь есть абсолютно бесплатные кейсы, которые стоят ровно 0 рублей, и из которых при этом можно выбить себе скины своей мечты. А чтобы они стали тебе доступны, просто пополни баланс на сайте. И лучше всего делай это с промокодом ROCKET, который даст тебе плюс 45% к пополнению. Так что скорее залетай по ссылке в описании, где тебя уже ждут лучшие скины из CSGO. Самое первое оружие, которое начали стрелять ракетами, появились в распоряжении человечества лишь к 20 веку. А настоящее их развитие началось во времена Второй мировой войны. И самой основной причиной, почему военным вообще понадобились такие девайсы, это появление бронированного транспорта, и в том числе танков, которые обычным винтовкам прострелить было не под силу. Поэтому первое время для борьбы с бронемашинами использовали специальные противотанковые винтовки, которые просто пытались выжать максимум из самых обычных пуль, делая их более крупными, из более твердых материалов, и всячески улучшая их проникающие свойства. Однако достаточно быстро бронемашины стали обвешиваться всё более и более толстым слоем металла, и вскоре стало ясно, что как-то не разгоняй пороховыми газами обычную пулю, но взять тяжёлую броню просто на таран уже не получалось. Вот тогда-то и стала зарождаться идея нового вида оружия, которое использовало уже не просто кинетическую энергию быстролетящего снаряда, а вместо этого использовало энергию сфокусированного взрыва. При этом обычный взрыв серьёзных повреждений броня не нанесёт, потому что его энергия попросту рассеивается в разные стороны. Однако если этот же взрыв сфокусировать в одной точке, то эффективность его многократно возрастала, и для этого необходимо было расположить взрывчатое вещество, оставив по центру пустое место в форме конуса, а спереди этот конус покрывали специальным слоем медной облицовки. И тогда в момент столкновения с бронёй образовывалась мощнейшая кумулятивная струя, которая на скорости 10 км в секунду толкала вперёд ту самую облицовку, концентрируя всю энергию в небольшой области. И в результате из-за колоссального давления в броне появлялась дырка, при этом металл не плавился, а как бы продавливался внутрь. И вот как раз по такому принципу работали противотанковые ракетницы. И самый первый образец такого оружия появился у армии США в 1942 году, и его как раз и стали называть базука. А название взяли от музыкального инструмента, который по форме внешне был похож на эту самую ракетницу. И с того момента как-то повелось, что все ракетницы в дальнейшем американцы стали обзывать базуками. При этом конструкция их была достаточно простой. Это по сути сквозная трубка со спусковым механизмом, в которую засовывали ракету. И при нажатии на спусковой крючок на ракету подавался электрический импульс. Топливо возгоралось, и под воздействием реактивной струи ракета устремлялась к цели. Однако здесь бойцам следовало быть осторожными, потому что в момент выстрела на несколько метров сзади из базуки вырывалась струя раскалённых газов. Поэтому первое правило безопасности – не стой сзади человека, который собрался стрелять из базуки. А нужна была эта реактивная струя для того, чтобы компенсировать отдачу оружия. И тут сразу же второе правило – стреляя из базуки, нужно убедиться, что у тебя за спиной пустое пространство, а не какая-либо стена. Иначе выпустив ракету, ты не только вражеский танк подпалишь, но и себя самого. И как раз по этой причине рашить здание с базукой в руках будет очень плохой идеей. Поэтому вопреки всему, чему учат нас Doom и Quake, в реальной жизни в замкнутых пространствах ракетницы никто никогда не использует. Но очень скоро и немцы, посмотрев на все эти базуки, сделали свой Панцершрек, который работал ровно по тому же принципу. Однако был и один неприятный момент, что у немцев их ракета при выстреле начинала выпускать реактивную струю, пролетев буквально пару метров, что приводило к тому, что раскаленные газы устремлялись прямо в лицо стреляющего. И чтобы стрельба из Панцершрека не превращалась в самоубийство, то первое время бойцу нужно было надевать защитную маску и перчатки, что явно не очень удобно на поле боя. Поэтому вскоре на Панцершрек поставили тот самый щит с окошечком, чтобы и целиться можно было, и чтобы лицо стреляющему не сожгло. Но это был не единственный недостаток. Помимо всего прочего, ракетница была реально громоздкой и тяжелой. Она даже в незаряженном виде весила 11 килограмм, и длиной была больше полутора метров. И с таким девайсом по полю боя особенно не побегаешь. И как раз поэтому, понимая все неудобства, вскоре немцы создали компактную версию противотанкового оружия, которое они называли Панцерфауст. Он был длиной около одного метра, весил всего 6 килограммов, и это уже сразу в заряженном виде. Причем оружие было одноразовым, и после выстрела его можно было спокойно выкинуть. Панцерфауст отлично справлялся с бронетехникой, и пожалуй, единственным его недостатком было то, что стрелял он всего лишь на расстояние 30-60 метров. Но учитывая простоту и недорогое производство, немцы решили взять количеством. И выдавали это оружие вообще каждому бойцу, чтобы любой из них мог бороться с вражескими танками. В итоге, за время одной лишь Второй мировой войны было выпущено несколько миллионов экземпляров Панцерфауста. Но и советская армия со временем тоже не осталась в стороне. И первые похожие противотанковые оружия появились в районе 1949-го. Их называли ручной противотанковый гранатомет, или же РПГ. И вот теперь наконец-то пазл в нашей голове сложился, и становится ясно, что базука, рокет-лаунчер, ракетница и гранатомет, по сути являются обозначениями для одного и того же типа оружий, который с незначительными изменениями выпустили в разных странах. И вот так РПГ-2 попал на вооружение советской армии, став нашим первым серийным противотанковым гранатометом. Но настоящий успех советских оружейников ждал в 1961-м, когда был разработан легендарный РПГ-7, который впоследствии стал самым массовым и популярным гранатометом в мире. Он был относительно небольшого размера, весил всего 6 килограмм, и в отличие от более ранних образцов, РПГ-7 мог стрелять уже не на 150 метров, а на целых 500 метров, и мог пробить броню толщиной до 40 сантиметров. А достичь такой дальнобойности получилось за счет нового типа ракеты. То есть сначала она выталкивалась из ствола с помощью порохового заряда, примерно так же, как это бывает с обычной пулей, но дальше уже подключался реактивный двигатель, который на скорости 300 метров в секунду доносил заряд до цели. А чтобы точность гранатомета не страдала, то подобно оперению на стрелах были использованы специальные лопасти, которые стабилизировали полет ракеты, и раскрывались они после вылета из ствола. И в полете эти лопасти вращались, что позволяло ракете лететь по максимально прямой траектории, а на носу этой ракеты находился датчик. Он при столкновении с объектом выпускал электрический импульс, который и активировал кумулятивный заряд. И как показала практика, именно такая конструкция ракеты оказалась наиболее эффективной. Ну а теперь, когда мы знаем основные принципы работы базук, гранатометов и ракетниц, то давайте попробуем вспомнить, насколько реалистично они показаны в играх. Ведь там еще со времен Дума и Квейка рокет-лончеры стреляли не по бронетехнике, а в первую очередь по людям. Да и в боевиках мы привыкли частенько видеть, как главный герой с базукой подрывает толпы врагов. И в реальности такое действительно возможно, и гранатометы могут быть использованы против пехоты. Однако для этого требуется другой тип боеприпасов – осколочный. Взрыв такого боеприпаса имеет приличную область поражения от 7 до 10 метров, в которых взрыв ракеты будет для человека смертельным. Но при этом такой взрыв для танка не нанесет особенного урона. В то время как противотанковые кумулятивные ракеты обладают наоборот – взрывом с совсем небольшим радиусом действия, и реально смогут повредить бойцу, только взорвавшись совсем уж близко с ним. Так что в реальности у вас никак не получится стрелять по бронетехнике и по людям одними и теми же боеприпасами, как это вы часто могли делать в играх. И также стоит отметить, что боеприпасы у современных ракетниц весьма крупные и тяжелые, а вовсе не такие, как мы видели в играх. В популярных шутерах главный герой спокойно носится по полю боя, таская с собой боезапасно пару десятков выстрелов. Вот только в жизни, если взять тот же РПК-7, то каждая его ракета весит более 2 килограмм. И это не говоря о том, что они и по размеру вовсе не маленькие и больше пары штук, боец с собой таскать точно не сможет. Также в играх еще неправильно передана скорострельность ракетниц. Мы можем видеть, что они выпускают где-то по одному выстрелу в секунду, а иногда даже быстрее, но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ведь после каждого выстрела требуется заряжать новую ракету, а процесс этот далеко не такой быстрый. Но еще почти во всех популярных играх забывают про реактивную струю, которая при выстреле должна вылетать из ствола сзади на несколько метров. И в реальности она настолько мощная, что могла бы спокойно отправить на тот свет парочку неаккуратных союзников, стоящих сзади стреляющего. Но еще, как я заметил, ни в одной игре не реализован тот момент, что на самом деле струя из базуки, вылетающая сзади, спокойно может и самого стрелка прикончить, если стрелять в небольшом замкнутом пространстве, стоя вплотную к стене. В общем, на деле получается, что как бы не были популярны гранатометы с базуками в играх, и что бы нам не показывали в кино, но в реальности чаще всего такое оружие в первую очередь применяют именно для борьбы с бронетехникой. И даже несмотря на то, что есть специальные противопехотные ракеты, но в реальном бою есть куда более удобное оружие для поражения живой силы, вроде небольших подствольных или обычных многозарядных гранатометов. В то время как даже самая компактная ракетница всё равно остаётся реально здоровой и имеет лишь один выстрел в запасе, что делает её применение против пехоты не очень практичным. Так что вопреки сотням и тысячам фрагов и куче убитых монстров в шутерах, в реальной жизни гранатомёты уничтожили куда больше транспорта и танков, чем людей. Но зато теперь вы узнали, как на самом деле работает одно из самых брутальных оружий в истории видеоигр. И если вам было интересно, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал.